Ха-ха-ха! Какой ты повар, ты ж музыкант! Давайте такой челлендж! Если мы наберём 75 тысяч лайков под этим видео, то в следующем видео такого формата я осознаюсь в том, что это был пранк... Мне нужно вам кое-что рассказать. Ну-ка. Всем привет, это канал Акстар. И знаете, я уже записал обычную шаблонную началку, типа, всем привет, поставь лайк, приятного просмотра. И, знаете, мне так это надоело, и я хочу быть искренним и просто пообщаться с вами. Во-первых, я хочу сказать, что я очень рад, что вы у меня есть. И такое огромное количество людей поддерживает меня и ждёт мои видео. Мне безумно нравится читать ваши комментарии, общаться с вами. Многие люди говорят мне, что я их вдохновляю и мотивирую, и это меня самого безумно вдохновляет. И давайте первым шагом на пути к нашему общению будет следующий он. Напишите в комментарии, что вы думаете обо мне, о моём творчестве и о моём канале в целом. Ну а теперь несколько новостей. Во-первых, если вам нравится рубрика «Малыш», обязательно поставьте лайк и оставьте комментарий. Это безумно важно для продвижения. Если будет 66 тысяч лайков, то я пойму, что это вам интересно и будет следующая часть. Вторая новость. Я придумал классную фишку. Каждые 10 тысяч подписчиков в моём Телеграме мы будем разыгрывать гитару. Вот, например, сейчас мы разыгрываем гитару на 30 тысяч подписчиков. И если ты подпишешься прямо сейчас по ссылочке в описании, то, возможно, успеешь принять в нём участие. Теперь самая важная для меня новость. Совсем скоро выходит мой первый трек и я безумно переживаю и волнуюсь, как он вам зайдёт, вообще не знаю. В общем, затяните маленький фрагментик. Помню твои волосы, как я в них укутывался, забываясь полностью. Даже анимационный клип к этому треку есть настолько всё серьёзно. Я надеюсь, что у нас получится пропихнуть его куда-нибудь в чарт, и это будет максимально классная поддержка. Его нужно будет просто слушать, наверное, я не знаю, как там вообще всё устроено, но будет прикольно проверить. Вот, в Телеграме будет опубликован трек и, значит, на Ютубе тоже будет клип, собственно. Всё, сегодня малыш удивляет преподавателя игры на гитаре. Всё для вас, приятного просмотра, погнали! Что случилось в твоей жизни, что ты решил играть на гитаре научиться? Расскажешь, поделишься? Всё просто. Ну вот, захотел учиться. Здорово. То есть родители поддерживают твоё решение? Нет, но купили. Интересно. Хорошо. Смотри, покажу тебе сейчас первый аккорд. АМ называется, он, в принципе, самый лёгкий. Подождите, извините, а у меня гитара сегодня нужна? Да, ты чего? Конечно. А, ну, хорошо, у меня есть, если что. А, давай со мной, бери в руку, бери в руку, будешь прям пальчиками уже подставлять. Просто не говорите мне брать, я вот и не беру её. Зайка, ты чего? Нет, 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 смотри. Бери гитару, бери в руки. Ух, слушай, какая у тебя здоровская гитара. Вот у меня такая, да. Вот мои дела. Класс. Так, я тебе буду показывать. Ты можешь уже репетировать пальчиками, ставить, но пока не играй, хорошо? Смотри, нам понадобится три пальчика. Первый на первый лад. Первый лад, ну, то есть, смотри, читайте. Первый, второй, третий, четвёртый. У вас красивые пальцы. У меня красивые пальцы? Спасибо. Смотри, пальчик ставим на вторую струну снизу первого лада. Попробуешь сам? Да, конечно. Это, извините, а вот вопрос у меня. А правда, что, ну, девочкам и девушкам нравится, когда парни на гитаре играют? Конечно. Для этого ты хочешь соблазнить какую-то девочку? Есть одна. Класс. Слушай, на самом деле, конечно, конечно, потому что, когда парень поёт и играет на гитаре, это так завораживает. И все девочки влюбляются в гитаристов. Я тебе по своему опыту говорю. А вот что делать после? Ну вот, смотрите, сыграл, спел песню, а дальше как? Может быть, что-то нужно... Нет, слушай, нужно быть просто открытым, добрым. Ну, тебе одиннадцать, знаешь, я тебе не могу сейчас давать советы по взрослой теме какой-то, но... Ну, мне хоть и одиннадцать, но я это... Но я уже целовался. Целовался? Класс. Да. Девочки любят романтику. Запомни. Я что-нибудь придумаю, да. Вот. А у тебя есть уже девочка, которая тебе нравится уже? Да. Да. Хорошо. Ну, давай, попробуешь? Повторить ещё разочек или ты запомнил? Я вообще, я же уже учился, я поэтому знаю. Это у нас, если не ошибаюсь, аккорд АМ, да? АМ, да, 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 ты прав. Супер. Ну, тогда, а если ты уже учился, может быть, ты покажешь, что ты умеешь уже, чтобы я понимала какой-то уровень, чтобы мы и в этом плане познакомились. Так, я, можно открою себе подсказку аккорды? Да, конечно, конечно. Ты уже какую-то песню мне сейчас скажешь? Да. Классную. Всё идёт по плану. Всё идёт по... А, я её знаю. Ух, слушай, она же очень-то сложная. У меня просто всегда, у меня ещё голос, он такой, мне как-то там сказали, что я баритон, я не знаю, что это значит, но он у меня как бы такой. Я вот ходил в музыкальную школу на прослушивание, вот, но меня не взяли, но сказали, что голос хороший. А я потом им назло, ну, хочу натренироваться так, чтобы они потом жалели, что не взяли меня. Паша, у тебя очень много мотивации, и девушка, и музыкальная школа. Я считаю, что у тебя это должно точно получиться. Я первый раз играю пока что, я только маме играл, вот. Ну, я эта песня не нравится, но надеюсь, что вам понравится. Да, давай, попробуем. Ну, если что, вы даже можете подпевать. Да, хорошо, хорошо, конечно. И потом скажите, пожалуйста, если бы вы, ну, вам было бы 12 лет, понравилось бы вам или нет? Хорошо. Ну, со стороны девочки, я правильно понимаю? Ну, не мальчика. Ну, всё, окей. Ну, мало ли, друга какого-то. Хорошо, всё, давай. Не, я, у меня девочки, да. Всё, окей, да, я тебя поняла, хорошо. Да, я представлю, что мне 12 лет, и тебе скажу потом, хорошо? Да, ну, вот. И я там даже как Летов имитирую голос такой, такой, рычащий. Ух ты, ух ты, ты сам научился? Ну, да, я потом вам расскажу, как спою. Хорошо, давай, только аккуратнее, знай, что этим можно очень сильно расстроить голос свой. Бой восьмёрка, если что. Так, отлично, ага. Границы ключ переломлен пополам, А наш батюшка Ленин совсем узок. Он разложился на песень и на липовый мёд, А перестройка всё идёт и идёт по плану. Вся грязь, вратилась голый лёд, И всё идёт по плану. И всё идёт по плану. И всё идёт по плану. Ты сам этому научился? Ну, я как? Я как, как бы, здесь как будто бы всё вниз опустить, И получается, А моей женой. Вот так вот. Но это, вот мне сказали, что это моя особенность в музыкальной школе. И тебя не взяли в музыкальную школу? Ну, сказали, что у меня с ритмом проблема, И что нужно позаниматься ещё годик, типа ещё рано. У тебя огромнейший диапазон. Это раз. Я клянусь, сколько я уже работаю, преподаю, Сколько я видела ребят. Я никогда такого не слышала. Знаешь, кто гениальнее тех людей, которые не разбирают ёлку целый год, чтобы не делать лишних действий? Кто? Люди, которые покупают подарки родным и близким в ноябре. Почему? Потому что только на чёрную пятницу бывают такие большие скидки. Realme C33 это отличный бюджетный телефон с камерой на 50 мегапикселей. Мне нравится, что он очень красивый, весь переливается и с плоскими гранями. В кнопку питания встроен сканер отпечатков пальцев, а спереди у нас маленький вырез с фронталкой на 5 мегапикселей. Производительный процессор, 4 гига оперативки, 128 гигабайт встроенной памяти и тройной слот, в который можно вставить две симки и карту памяти microSD до терабайта. Ну и батарейку классно держит. Он может жить до 37 дней в режиме ожидания. Операционка от Realme на базе Android 12. А телефонный можно прочитать на официальном сайте. Сейчас у Realme проходит та самая чёрная пятница. Я бы на вашем месте поторопился, потому что акция ограничена по времени. Будьте гениальными, радуйте себя и своих близких. Ссылка в описании. И кстати, кто подписан на мой Telegram уже в курсе, что там я разыгрываю гитару и смартфон от Realme. Вот этот. Смотри, можно брать гитару в руки также. А у меня она немножко другая, но по цвету. Ничего? Не-не-не, без разницы. Главное, чтобы все струны были. Всё. Ну смотри, для начала нужно просто, чтобы пальцы привыкли к струнам. Это довольно просто. Ты можешь просто взять, взять, пощупать. Сейчас мы будем с тобой изучать аккорды. Просто возьми, пальцами потрогай, да, чтобы понять вообще как по натяжности и прочее. Да-да-да. Не-не, я снизу. Снизу. Руку снизу, да. Вот. И типа трогаешь. И теперь можешь понемногу попробовать вот струны. Струны, как я назову каждую струну. Всё, ну, пальцы должны привыкнуть, подушечки, подушечки, пальцы должны привыкнуть. Всё, трогаю, трогаю. Вот. Максимально вроде просто. Очень хорошо, пока что. У нас есть около часа, сейчас будем пробовать разминать пальцы, чтобы они привыкли. Всё, пока трогаю. Вот, да, кайф, всё правильно. Вот. Теперь попробуй одной рукой держать какой-нибудь аккорд. Ну, АМ. АМ. Сейчас. А зажимать или можно потрогать просто? Зажимать. Зажимай АМ. Да, всё верно. Вот. И один проигрыш просто рукой по струнам делаешь. Хорош. Вот, видишь, это базовый звук. Наша задача будет составлять из нескольких аккордов песню. Всё максимально вроде как просто. Я думал, что гитара, ну, сложнее. Не-не, всё просто. Я вам сейчас хочу сыграть песенку одну, но у меня в ней проблема есть. Я вот как раз почему вами позвонил. Так. Я вот хочу научиться играть баре. Оно у меня звучит вообще не так, оно трещит у меня. Оно вообще не так. Ладно. Ну, слушай, баре – это довольно сложный приём. На самом деле для того, чтобы правильно его выполнить, ну, должна быть сила рук, реально сила рук. Ну, то есть нужно… Ну, смотрите, как у меня получается. Давай, давай, давай. Вот у меня пальчик стоит. Вот это. Да. Вообще не звучит. Да, да, да. Чтобы появилась сила в руках, это очень сложно со всей силы. Это реально, ну, нужно приложить усилий, и это нужно быть немного физически более тренированным. Вот. Нужно отжиматься, ну, то есть какие-то физические активности, которые помогли бы, ну, типа, со всей силы зажать, и у тебя получилось. Ну, это реально сложно, ну, даже взрослому человеку. Вот. А вы умеете баре? Да, я умею. Угу. Ну, вы такой, да, большой. Тут самое главное, что, смотри, нужно, чтобы палец максимально был близко к железной вот этой оправе. То есть ты ставишь палец максимально близко и стараешься тыльной стороной пальца вот этой стороной больше прижать. И со всей силы, естественно, жмешь. Тогда будет намного лучше получаться. Сейчас я попробую к железячке вот к этой и боком разберу. Палец максимально близко и тыльной стороной. Вот у меня песни хорошо получаются, но вот кроме этого места, ну, баре. Я попробую сейчас. Сейчас, секундочку. Очень круто, молодец, но с первого раза это не получится, скорее всего. Почему? Ну, это нарабатывается, ну, не с первого раза. Это нужно прям много отжиматься, много нарабатывать. Ну, и зажимать, пытаться постоянно, вот как я только что говорил. Ну, то есть это не одна неделя, так скажем, даже не месяц. Вот. Я думал, что просто отжаться перед этой игрой и нормально. Ну, сейчас попробуем. Реально. Сейчас попробую сыграть. Вау. Вау. Теперь песня звучит классно вообще. С баре. Слушай, ты, как я понимаю, ты занимался дофига до этого, да? Не, я занимался, а я просто эти баре вот не мог зажать, а вы помогли ей спасить. Слушай, да, ну, Паш, невозможно научиться так быстро баре играть, на самом деле. Ну, я до этого знал базу, а вот вы мне сказали сейчас, у меня реально вот получилось все, как вы сказали. Покажи, покажи, какая у тебя гитара. Слушай, у меня вообще вот такая вот гитара. Отлично! У тебя акустическая, чудесная, красивая гитара. У меня были ученики, которые называли каким-то именем свою гитару. Ты еще не назвал эту гитару? Ну, я же не маленький. У гитары есть гитара. А, ладно. Тогда включи гитару, у тебя там должна быть кнопочка, чтобы... А, она у меня всегда включена, ну, она всегда работает. Да, ну, окей, отлично. Ну, имею в виду, всегда звучит. Да, хорошо. Вообще, ты что-то знаешь про свою гитару? Например, это струны, да, может... Струны, вот это лады, вот это... Ну, это-то совсем-то уж, я-то вот узнаю уже это все. Так, если знаешь, то вообще отлично. Откуда ты об этом узнал? Я все посмотрел, ну, в интернете. А, ты готовился занять. То есть, я даже играть уже умею. В траве сидел кузнечик. Это который? Да? Ну, похоже, да, в целом. Почти что так. Может, играешь, покармешь? Я могу. Ладно. Давай, я буду рада услышать. Уже можно? Да, можешь начинать. Сейчас, я забыла немножко все. Волнись. Я вот, вообще, я вот навел эти... В траве сидел кузнечик ноты. Ну, вот только я ноты не понимаю, эти круглешки. Я посмотрел, тут вот эти циферки. Я в целом догадался, ну, как по ним разбираться. И плюс посмотрел там видео урок. Вот. Вот. И вот сыграл этого кузнечика, научился, выучил. Супер, ты молодец, что сам вообще начал. Это классно. А вот вы знаете, например, как вот эти называются? Я вот знаю. Столки? Да, да. А знаете, как вот эта дырка называется? А у вас нет дырки. Да. Ну, как называется? Резонаторная. Молодец. Резонаторная розетка. Нет. Резонаторная розетка. Или просто розетка. Ну, резонатор, да. Там такая полость, и она резонирует, и получается такой объем. Да, все правильно. Хорошо. Кузнечик. Да, кузнечик посыграй. Только если хотите, можете подпевать. Хорошо, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На этом этом на самом деле. Здесь будет шансы, и я, как я на самом деле, не постараюсь с ними. Нет, нет, нет. Jayda, ты съездка у нас. Это такой кузнечик. Если честно, у меня просто даже нет слов! Классно звучит! Ээээээ... начнем с аккордов можно аккорды, я вот как раз аккорды хотела изучить потому что я аккорды еще пока не знаю ага, ну вот, например знаешь, что общего между моей гитарной академией X-Star и черной пятницей? правильно, скидочка 30% на все курсы до конца ноября если ты новичок, тебе подойдет первый курс где за 15 видео уроков ты научишься правильно ставить правую руку левую руку извлекать звук и читать табы во время обучения ты изучишь три произведения первый курс стоит 1490 рублей но с нашей скидочкой до конца ноября он стоит всего 1000 рублей если ты уже немного умеешь играть или прошел первый курс тогда тебе стоит пойти на второй курс где за 50 видео уроков ты изучишь аккорды и фингерстайл на примере 20 произведений стоим из второго курса 6990 рублей при самостоятельном обучении и 9 990, если взять куратора, который будет помогать с учетом нашей скидки до конца ноября 4 990 при самостоятельном и 6 990, если взять куратора. Переходи по ссылочке в описании, чтобы ознакомиться с программой и сделать самую полезную покупку, потому что что может быть лучше, чем научиться вжаривать на гитаре по очень приятной цене. Погнали дальше. Какой ты повар, ты же музыкант. Давайте такой челлендж. Если мы наберем 75 тысяч лайков под этим видео, то в следующем видео такого формата я осознаюсь в том, что это был пранк. Мне нужно вам кое-что рассказать. Ну давай. Не знаю, как вы отреагируете. Мне очень стыдно. Ну-ка. Ну, во-первых, я не разобрал песню. Вот изгиб гитары желтый. Угу. Вот. И я думаю, может быть... Ну, к следующему я точно сделаю. Угу. Все? А что еще? Ладно. Да, все-таки расскажу, о чем правда хотел рассказать. Ну, а чего там с тобой, я не пойму. Ну? Канал есть на ютубе. Вот. И там всякие шуточные видео. Вот. То есть, ты сам выпускаешь канал, да? Ну, у меня есть видео на ютубе, да. Я так сейчас неловко, потому что, на самом деле, вы просто прекрасный преподаватель, я таких еще не встречал. В данном случае, на мне, ну, так скажем, маска, вот. А на самом деле, ой, как мне не ловко. На самом деле, я занимаюсь гитарой давно. А когда, а когда маску снимать будешь? Могу сейчас снять. Ну-ка. Слушай, ну без маски даже симпатичнее. А что за ерунда такая же? На самом деле, ой, мне очень приятно было вообще заниматься. Это на самом деле, на самом деле. На самом деле, о продолжении этой реакции в моем Телеграме. На этом все. Поставь лайк, если тебе понравилось. 66 тысяч лайков, выпускаем следующую часть. Следующая часть будет еще круче, обещаю. Все. Пока-пока, до новых встреч. Не забудьте подписаться на мой Телеграм. Ссылка в описании.